Сережа, я очень благодарна тебе, что ты пришел ко мне в первую мою программу, но нам с тобой надо определиться, как я буду к тебе обращаться, потому что... Я думаю, что тебе вполне возможно обращаться ко мне Сергей или Сережа. Сергей Витальевич обращается ко мне в театре, и это, я думаю, что вполне нормально, поскольку являюсь художественным руководителем. Конечно же, есть определенный статус. Ну, как говорят, страны говорят, есть статус, поэтому обязательно надо, чтобы к тебе обращались Сергея Витальевича. Я терплю, конечно, очень сильно, но соглашаюсь с этим. Хорошо. У меня в этой ситуации есть первый вопрос. Каково это было стать Сергеем Витальевичем? Сергеем Витальевичем? После Сергея и Сережей? Сергеем Витальевичем я стал с детства, на самом деле. Поп�리но родился, и уже Сергей Витальевич. Потому что папа Виталия, и поэтому, конечно, я Сергей Витальевич. Что касается взросления определенного, когда ты уже в 41 год Сережа, то это, конечно, уже опасно. Есть что-то в этом такое. В 41 год Сережа? Нет, все-таки уже в 41 надо быть Сергеем Витальевичем. Хорошо. В Америке к тебе бы обращались Сергей. А Сергей Витальевич это как бы уже взрослый человек. Хотелось ли взрослеть в таком смысле, что Сергей Витальевич, можно к вам на прием? Ну, конечно, я иногда стесняюсь. Безусловно, есть какой-то такой момент стеснения, потому что, когда все обращаются к Сергею Витальевичу, иногда меня называют шеф. Что тоже очень приятно иногда быть шефом. Вот, шеф, 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 шеф. Ну, что-то из мультфильма, по-моему, анимационного фильма, что-то. Шеф. Шеф! Или из бриллиантовой руки. Шеф! Хорошо, мне надо согласовать шефом. Вот. Это, конечно, забавно и смешно, но Сергей Витальевич, постепенно привыкаю к этому, что ну, как, это определенная форма общения, уважительная. И действительно, я не помню, чтобы, допустим, художественных руководителей звали просто по имени. И всегда именно по имени отчеству. Может быть, из-за того, что это люди все взрослые. Взрослые уже с таким огромным, колоссальным опытом театральным. И Олег Павлович, и Марк Андреевич Захаров, и Сан Саныч Калягин. Это все как раз те самые небожители. Потому как до сих пор у меня отношение к ним, как к тем самым учителям, тем самым великим артистам. До сих пор. Когда ты возглавил театр, предполагал ли ты, что это будет настолько сложно в каких-то человеческих, административных моментах? И вообще, предполагал ли ты, что работа худрука так непроста? Ну, значит, непросто. Это действительно огромный, большой коллектив. И здесь нужно стать командой. А когда команда собирается из двух коллективов, еще из трех коллективов, поскольку поначалу это был Московский областной дом искусств. И я стал художественным руководителем Московского областного дома искусств. И здесь базировали два театра. На малой сцене камерный театр, а на большой сцене базировался театр драмы имени Островского. Саня Николаевич. Областная драма Островского. Это три коллектива. И попытаться объединить эти три коллектива воедино в один коллектив, это было сложно, потому что это все люди, это сложившиеся отношения. Это коллектив, в которых не все так просто. Хорошо, хорошо. То есть люди, которые любят свое дело, те, которые не любили свое дело и занимались им... Надо, чтобы люди любили то дело, которым они занимаются. То есть те люди, которые занимаются театром, они должны любить театр, в первую очередь. Поэтому, конечно же, отбор был именно такой. Нужно было собрать команду, которая любит театр. Тебе известно, что многие твои коллеги возглавили театры, и там доходило буквально до самосожжения и кровопролития. Как тебе удалось избежать, скажем так, открытой революции? Потому что приходит человек и начинает все перестраивать. Здесь-то на самом деле такого и не могло быть, потому как, если бы я до основания затем, я человек театра, я театральный человек. И люблю классический репертуар и классический театр. Я не стал здесь менять репертуар настолько, чтобы он видоизменился просто так, что, я не знаю, сплошные эксперименты, которые, наоборот, отталкивают зрителей. Нет, я за классический театр. Мне кажется, дело не в экспериментах, а в людях, потому что наверняка есть люди, которые просто не соответствуют, как это говорится, занимаемым должностям. Ириш, были разные люди. Конечно, были разные люди. Были люди, которые до сих пор по судам ходят, отставят свою правоту, хотя они не нужны театру. И ты понимаешь, что есть абсолютная профнепригодность. Профнепригодность. Я за то, чтобы люди занимались любимым делом, и они владели профессией. Мне кажется, это безнравственно получать зарплату, государственные деньги, не имея в руках профессию. И я понимаю, что да, трудовое законодательство, трудовой кодекс так устроен, что ты порой обязан взять на работу человека профнепригодного. Он по судам выигрывает. Я не знаю, тут на самом деле хочется какой-то защиты государства. Почему мы обязаны брать на работу человека, который профнепригоден и который будет получать государственные деньги? Это безнравственно... Ну, это проблема очень многих руководителей. Я знаю, что так называемая балластная часть коллектива существует в каждом театре. Хорошо. А вот тогда возникает вот такой вот вопрос. А если бы сейчас тебе предложили возглавить театр, ты с такой же легкостью бы согласился или нет? Да. Я с такой же легкостью согласился. Я соглашаюсь каждый год. И я понимаю, что контракт мой на 4 года. И если со мной продлят его, то я также с радостью соглашусь еще на 4 года. А если не продлят или предложат более федеральный театр, то что? Я найду работу, если что. Но я не сомневаюсь. Я люблю этот театр, потому как стоял у истоков. Я придумал Московский губернский театр. Не потому, что я себя бью в грудь. Я в этом смысле не люблю якоть. И мне это категорически не нравится и в других людях, когда я, 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 я. Но это правда. И много есть тому свидетелей. С одной стороны, бывает неприятно. Вроде иногда это выглядит как некая такая... Похвалился. Да ни в коем случае. Дело в том, что когда что-то создаешь свое, такое родное, близкое, такое, да, вот совсем, во что-то влюблен, создаешь, то ты этим дорожишь. И очень важно, допустим, чтобы это развивалось, очень важно уделять этому внимание. Сережа, а расскажи, пожалуйста, про эксклюзив твоего театра. К сожалению, пока эксклюзив. А почему, к сожалению, наверное, ты прояснишь? Эксклюзив, потому что у нас в стране, наверное, не так, как должно уделяют внимание людям с ограниченными возможностями. К сожалению, людям незрячим порой сложно увидеть, увидеть, буквально, судя из этого слова, спектакль, посмотреть балет или оперу, или даже в кинотеатр попасть сложно, потому как для них нет специального оборудования. После того, как мы тогда работали над реальной сказкой, это было твое конкретное предложение сделать тифлокомментирование в театре, здесь, в Кубенском театре. Поэтому это, конечно же, твоя целиком полсовая услуга. Надо прояснить для зрителя, что такое тифлокомментирование. Расскажи, расскажи. Для тех, кто это не знает. Расскажи, расскажи, потому что это была целиком полностью твоя идея, и поэтому расскажи. Я в двух словах просто проясню, что тифлокомментирование в театре – это специальное сопровождение для людей слепых, незрячих или с частичными потерями зрения. И вот Сергей принял такое решение, и в своем московском губернском театре он сделал этот совершенно потрясающий подарок людям. Это не пришло сверху, это было решено именно в стенах этого театра. И совсем недавно на спектакле «Пушкин» у нас было 27 незрячих людей, которые благодарили очень тебя. Сложно, потому как они не привыкли ходить в театр. Не привыкли, потому что этого никогда не было у нас в стране. Поэтому они не привыкли. И очень сложно пытаться убедить их, что это теперь возможно. И для них это совершенно уникальное событие, потому как они потом благодарили и говорили о том, что действительно они увидели спектакль. Это живая энергия. Живая энергия. Они слышат, им комментируют все, что происходит на сцене, но они не отвлекаются от происходящего. И получается так, что они, люди незрячие, увидели спектакль. На сайте официальном у тебя есть прямая речь твоя. Там какая-то совершенно фантастическая история, что тебя забрали из роддома с фингалом под глазом. Что же там произошло? Не знаю, подраться, наверное. Не помнишь? Не помнишь? Не знаю, может быть, тогда я уже начинал драться. А вот так вот взял и подрался. Не знаю. А ты дрался в детстве? Я, честно, нет. А потом? И потом. Только в кино. Но зато в кино как это потрясающе. Какие драки. Потому что в детстве не дрался, и поэтому в кино отторпался. Хорошо. Но есть очень еще какая-то трогательная история с твоим папой. Потому что когда он родился, он тоже хулиганил. Расскажи-ка эту историю. Ну, я не буду это рассказывать в эфире. Ну, если деликатно рассказать. Деликатно тоже не буду. Нет? Но это было сложное время. Это был 42-й год. Это война. И отец родился в деревне. В деревне Белавино. И был практически действительно... Ну, как тогда. Да, если дети рождались, то под образа клали. Потому как... Ну, приберет Господь Бог. Значит, приберет. Если не выживет, то выживет. Сложное было время. Есть-то было нечего. Поэтому отец выжил. Да. Положили под образа. А он выжил, 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 выжил. 42-й год. Да. Так что отец родился в Белавино. Мама в Лысково. Рядом с Белавино. Так получилось, что... Они дальние-дальние родственники с моей мамой. Она, по-моему, троюродная, что ли, племенница. Отца. Мама моя. Вот. Так что это совершенно уникальный. Уникальный случай, когда... Отец был один раз уже женат. И... Потом развелся. И... Бабуля моя... Привезла... Фотографию... Моей... Будущей мамы, так можно сказать. Да? Моей мамы, конечно же. Моя мама, Наташа, привезла фотографию. И говорит, посмотри вот на эту девушку. Нравится тебе? Потому что бабуля увидела, что... Отцу очень плохо. Это после развода было какое-то состояние такое очень... Нехорошее. И... Она говорила, Виталик, ты погибнешь. Тебе нужно жениться. И получается, бабуля моя сосватала. Сосватала моему отцу, мою маму. Ну, это судьба. Привезла фотографию. Это судьба. Такие глазки. И мама похожа... Я потом смотрел эту фотографию. Действительно, она похожа была на оленевку. Сережа, я хочу сказать, что у твоей мамы огромное любящее сердце. Это правда. И... И такое счастье, что они встретились. И поэтому появился вот такой сын. Это правда, да. Сколько ей пришлось, конечно, пережить. Опять же, отец, я... А вот дед. Дед же прошел войну, да? Да. Оба деда прошли войну. И вот сейчас такое время, я считаю, что оно немного странное. Потому что, с одной стороны, люди с огромным уважением относятся к людям, которые прошли войну. А с другой стороны, вдруг возникают какие-то моменты, когда люди говорят, ну, сколько можно, да? Это весь какой-то фальшивый пафос. Я же знаю, что ты искренне к этому относишься. И что истории твоего деда, они живут в твоем сердце. И когда ты читаешь какие-то стихи, участвуешь вот в каких-то мероприятиях, ты делаешь это от всей души. И вот совсем недавно, к 70-летию Победы, ты исполнила одну песню, за которую я тебя особенно признательна. И я хочу тебя поблагодарить за то, что, как я поняла, эта песня посвящена моему сыну Андрюше. Да, я спел ее. И, конечно же, это песня, песня об утрате и песня, конечно же, памяти. Потому что песню Лунина Семеновича Высоцкого, он вчера не вернулся из боя, каждый, конечно, по-своему ее воспринимает. И люди в зале, я как раз на этой сцене. Почему все не так? Вроде все, как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и даже вода. Только он не вернулся из боя. Мы принимали участие в романтике романса и пели наши артисты военные песни. И я выбрал для себя как раз три песни Высоцкого, посвященные войне из военного цикла. И одна из них как раз была «Он вчера не вернулся из боя». Да, и... Спасибо тебе. В том числе, это, конечно же, это, конечно, правда. Поэтому каждый, наверное, вспоминает, каждый понимает, что не вернуть. Но тем не менее остается память. И так же, как многих ветеранов уже нет живых, и деда моего живых нет. И ветеранов с каждым годом станет все меньше и меньше. Но есть бессмертный полк. Вот я счастлив, что это действительно правда. И кто бы чего не говорил. Потому что понятно, что есть, в кавычках, добрые люди, которые пытаются в этом усмотреть какой-то квасной патриотизм и какой-то странный пафос. Да не правда это. Люди абсолютно искренне выходят. Скажи свое отношение. Люди выходят сразу. Абсолютно. С портретами своих родственников, которые воевали. И это абсолютно искренне происходит. И с каждым годом я чувствую, что это будет все больше и больше. Потому как море людей, океан людей, которые идут с портретами своих дедов, прадедов, отцов. Это настолько эмоционально. Это и есть та самая преемственность поколений. Поэтому парад победы, он никогда не закончится. Скажи, пожалуйста, Сереж, вот представь. У нас же воображение у актеров более развито. Я желаю тебе прожить очень долгую и плодотворную жизнь. Но, допустим, предлагаемые обстоятельства. Ты стоишь у той самой черты. Вот жизнь, а вот смерть. Как у нас в спектакле «Бесконечный апрель». Такая вот пленка, да? И мы берем и уходим туда в свет. Скажи, пожалуйста, хотел бы ты что-то в своей жизни переписать или не совершить каких-то ошибок, если бы было возможно? Хотел бы? Я думаю, что, наверное, ошибки тоже даются для того, чтобы ты что-то понял. Потому что без ошибок, наверное, невозможно спрошить. Ошибки совершаешь. Ошибок много. С другой стороны, понимаешь, что все эти ошибки были совершены для того, чтобы что-то понять. И чтобы впредь их не делать. Придя к этой черте, я думаю, что, наверное, у Леони Семеновича Высоцкого есть потрясающие строки, мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. У меня есть, чем оправдаться перед Ним. Я думаю, что если ты за эту жизнь успел что-то такое сделать, полезного, доброго, хорошего для других, то это, может быть, и будет тем самым оправданием перед Всевышним. Когда ты предстал перед Ним, ты говоришь, ну я, да, я много сделал ошибок. Прости меня, Господи, сколько я сделал ошибок. Я сделал еще это. Я сделал это, я сделал это. Я сделал еще вот это. И чем больше ты сделал таких добрых поступков, хороших, да, и помог людям, тем лучше. Хорошо. Достаточно откровенный вопрос. У каждого человека в жизни бывают минуты отчаяния. А может быть, даже мысли о том, чтобы закончить эту жизнь. У тебя бывали такие мысли? Нет, 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 нет. Нет, так нельзя. Так нельзя. Жизнь — это испытание. Нет, я спрашиваю, бывали ли такие мысли? Я думаю, что по молодости лет, наверное, это такой юношеский максимализм. Я думаю, что он присущ каждому, мне кажется. У каждого, наверное, по молодости лет, бывают такие заблуждения. К великому сожалению, сейчас, в наше время, это довольно-таки часто происходит среди молодежи. Да. Когда вдруг за какую-то несдачу экзамена какие-то проблемы, человек вдруг решает покинуть этот мир. Это страшно, это чудовищно, потому что такое... Да, это несправедливо. ...какая-то, я не знаю, оценка неуты, или какая-то неаттестация по какому-то, я не знаю, предмету. Ради этого проститься с этой жизнью. Нет, это испытание. Я думаю, что это, наверное, недогляд и невнимание родителей. Я думаю, что здесь нужно обязательно быть рядом. Потому что это юнорский максимализм. Он ничего не имеет общего к реальной проблеме, которая существует. Либо, опять же, это все судьба. Ведь мы же не знаем, что произойдет дальше. Мы не знаем, все это судьба. Все, мне кажется, уже написано. Есть огромное количество таких путей, и ты либо попал на этот путь, либо на этот. Что-то исправить ты, наверное, можешь. Но в этот момент, мне кажется, жизнь представляет собой такой навигатор. Как Яндекс. У Яндекса есть навигатор. А для водителей это знакомо. Потому что иногда объехать пробку возможно, продолжив определенный путь. Но ты иногда проезжаешь это направление, и тогда Яндекс устраивает тебе следующий путь. Рисует тебе зелененькую линию, чтобы объехать эту пробку. А потом ты опять ее проехал. Хорошо. И Яндекс опять выстраивает тебе зелененьким тот самый объезд и лучший путь, по которому ты доберешься до той самой цели. Это тоже очень важно, мне кажется. Действительно, все-таки не сдаваться и пытаться все-таки не останавливаться и проходить дальше, дальше, дальше. Ну хорошо, бывают в жизни тяжелые моменты. Бывают усталость, бывает депрессия. Как ты справляешься с этим? Что тебя вытаскивает? Вот как того Мюнхгаузена. Сам себя или что тебя спасает? Работа. Работа, близкие, внимание, отдых, не знаю. Понятно, что и близкие, конечно же. Но порой иногда близких сами приходится спасать и вытаскивать. А так, конечно же, работа. Работа и польза, которую ты приносишь. Польза и нужность. Когда ты нужен. А нужен ты в работе. Вот на чистоту, сколько процентов из ста ты уделяешь своей жизни и работе? 90, 99, 99,9 десятых. Сколько? Ой-ой-ой-ой. Ну подумай. Ой-ой-ой-ой. Я порой уделял где-то 99 процентов с половиной. Может быть, 99,9 процентов. Значит, пять оставалось на все. Даже там нулись с копейками каким-то на все. А порой приходилось совмещать, конечно. Но очень сложно. Но работы было много. Я сейчас понимаю, что нужно уделять внимание еще и отдыху. Я понимаю, что это необходимо. Это очень важно. Особенно, когда тебе уже не 25. Надо уделять внимание и отдыху. Потому что это восстановление той самой творческой энергии. Это же не просто отдых. Это называется восстановиться творчески. Восстановиться для того, чтобы был следующий заряд для следующей работы. Но, тем не менее, все равно работа, конечно, является главным. И в то же время, конечно же, нужно уделять внимание и... Хорошо. Тогда мы представим, что, к примеру, ты не поступил в школу-студию МХАТ. Кем бы ты мог быть и кем бы ты хотел? Я бы... Если не актер. Я бы поступал на следующий год. И на следующий. И потом на следующий. Нет-нет-нет. Ну давай представим. Я понимаю, что многие актеры как раз из тех самых знаменитых актеров, я просто говорю, из легендарных личностей, тех самых великих, бывало так, что их не брали с первого поступления, со второго, с третьего. И где-то там на каком-то пятом поступлении... Ты ушел от вопроса. Ну, к примеру. Ну, не актер. Кто? Может быть, военный. Да. Да, пожалуй. Где-то был офицер, поэтому, я думаю, что, наверное... Может быть, был военным. Наверное, военным разведчиком бы быть. Ну, в кино много, много получилось. Да, в военном, наверное, не знаю. Я человек открытый, действительно, реально, и компанейский. Коллективный, действительно. Мне очень важно. В коллективе я очень, в этом смысле, веселый человек. И абсолютно не той самой звездности, о которой говорят некоторые люди. А вот это очень интересный момент. Дело в том, что люди, которые видят Сергея Безрукова, как мне кажется, на экране, они просто придумывают себе образ, СМИ придумывают другой образ, и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле только люди, которые находятся с тобой рядом, которые работают с тобой постоянно, прекрасно знают, что ты не тот человек, которым тебя воспринимает большинство людей. Ну, к примеру. Ну, понятно. Приписывают, я думаю, приписывают, не знаю, что очень непросто в общении. Что-то для меня удивительно. Проще, наверное, некуда абсолютно. Хорошо. Я даже чувствую эту дистанцию, когда люди, допустим, в съемочной группе, когда они смотрят со стороны, как общаются, а потом вдруг видят, что абсолютно нормально общаются, абсолютно открыто. Есть качество, которое, оно не очень хорошее. Я порой не могу сказать нет. Ой, какая тайна. Точно? Я учусь говорить нет. Приходится говорить нет. Это надо делать. Это же жизнь. Это надо делать, потому что порой, соглашаясь на все, из-за какого-то желания не обидеть человека, какая-то деликатность. Ну, это такая псеводеликатность. Не обидеть. Очень деликатно. Человек может обидеться. Ну, ладно, хорошо, я сделаю. И люди порой этим пользуются. И это неправильно. Вот, допустим, режиссер, которого я не назову категорически, но которого я очень люблю, и я понимал, что картина будет слабой, но я не мог отказать ему. Я вот не могу отказать. А жалеешь об этом? Жалею, потому что, наверное, не надо было. Ну, из песни слов не выкинешь. Хорошо, Сережа, тогда давай посмотрим в Голливуд. Почему ты отказал в проекту Брэда Питта? Скажи мне, пожалуйста, что тебе не понравилось? Ну, понравилось просто и все. А потому что плохих русских играть, да, не Камильфой. Я согласна. Не знаю, как ты. А проект «Черное море» вместе с Джудом Лоу, я знаю, почему ты отказал. Потому что ты выпускал свой первый спектакль на этой сцене. Ну, «Святое место» пусть не бывает, зато снимался Костя Хабенский, которого я люблю и уважаю. Я просто хочу высказать тебе огромное уважение. Потому что, занимаясь своим делом, своим детищем, своим театром, ты принял непростое для актера решение. Вообще профессия актерская, а это постоянное искушение. Постоянное искушение. Постоянная проверка. Постоянное, как по минному полю. Невозможно предугадать, конечно, успех. Можно представить, что так будет. Можно помечтать об этом. Но предугадать заранее практически невозможно. Тут нужно иметь интуицию. А порой действительно реально нужно уметь отказывать. Когда ты чувствуешь интуитивно, что не надо, нужно говорить жесткое «нет». Причем сказать жесткое «нет» так, чтобы потом не отвернулись. Потому что порой бывают те самые обиды. Бывают обиды. Причем мир-то творческий, он такой весь, очень такой самолюбивый. Очень много самолюбия. Ну, вообще, человек творческий должен быть немножко самолюбив. Творческие люди с большим эго, как правило. Да, раздутый эго. Серьезный. Порой у некоторых личностей, не будем называть... Они даже в дверь не входят, застревает эго. Да-да-да-да, есть некоторые фамилии очень серьезные, у которых эго такое, что просто, ну, не будем говорить. И понятно, что отказывай, допустим, таким людям... Хорошо, я тогда вернусь к выбору в кино. Ну, тут нужно действительно, чтобы с достоинством это делать. С достоинством. Если уж отказывать, то с достоинством. Я думаю, что ты не будешь со мной спорить, если я скажу, что фильм «Бригада» все-таки судьбоносный в твоей жизни. Конечно, конечно. И что было бы, к примеру, можешь ты вообразить, если бы ты не принял решение сниматься в этом фильме? Всякое могло бы случиться. Меня могли бы не утвердить. Я остался бы театральным артистом. К этому времени, действительно, я многое уже сыграл. К 2000 году уже были и Есенин, и роль в спектакле «Псих». Лауреат Госпремии. Лауреат Госпремии. Но в театр действительно не ходит. И действительно, не так часто можно встретить кинорежиссера в театре, чтобы он посмотрел реальную игру актера. Обычно это так, через ассистентов кто-то порекомендовал. Поэтому вот сейчас я приглашаю, видят и говорю, действительно, артисты-то потрясающие. Какие артисты у тебя? Я говорю, так, пожалуйста, снимайте. Снимайте. Артисты ждут этого. А «Бригада» действительно дала мне возможность той самой независимости. И количество приглашений было огромное после «Бригад». Конечно же, такая была популярность сразу, мгновенная после сериала. Нас узнавали на улицах все. То есть каждый первый нас узнал на улицах. Да, это так. Другое дело, что встал вопрос теперь уже, как побороть имидж Саши Белого. Потому что узнавали как Саш. До сих пор сейчас иногда. Куда-нибудь приезжаешь, к тебе обращаются Саши. Я вздрагиваю, потому что это уже из какого-то далекого прошлого. Была уже следующая задача. Побороть уже имидж Саши Белого. Ну почему? Саша Пушкин, есть Александр Пушкин. Которую потом я стал реализовывать. А как это ты реализовываешь? Кравцов в участке, потом пошли другие роли. Потом даже в театре. Потом Есенин, это Пушкин. Это, опять же, не из-за того, что я решил устроить из своей жизни творческое ЖЗЛ. Да ни в коем случае. Ведь так совпало просто. И потом роль Высоцкого тоже возникла совершенно неожиданно. Я не был в кастинге изначально. Прошло три года с начала этого проекта. И я отказывался на каком-то уже там пятом этапе существования этого проекта. Я отказывался. И меня не трогали целый год. Потом в кастинге все-таки я возник. Попробовали, утвердили. Потом прошел еще год съемок. То есть это было совершенно тоже неожиданно. Поэтому все происходит совершенно неожиданно. Я не выбирал специально так. Поэтому потом, да, и роль Ишуа Гонозри, это все были те самые мои актерские пробы. Я искал себя, я пробовал себя, экспериментировал над собой, чтобы не остаться в том самом амплуа, вечном амплуа Саши Белого. Но нужно большое мужество играть те роли, которые ты уже сыграл. Потому что если мы перечислим те роли, которые ты сыграл, начиная с Ишуа, Есенин, Высоцкий, Пушкин, это нужно какую иметь смелость. Потому что проще, что называется, не высовываться. Проще сесть на свое обаяние, на свою фирменную безруковскую улыбку. И солнечный мальчик, и мы играем. Скажи, пожалуйста, как ты справлялся с тем, что были люди, которые категорически не принимали? Ну как, сыграл, кому-то не понравилось. Нет, как ты справлялся с этим? Справлялся? Ну как, вот так и справлялся. Так и справлялся. Порой было обидно, потому что это большая работа, внутренняя работа, которую ты проделал. Кому-то это не понравилось. Кто-то не воспринял сам фильм, кто-то не воспринял вообще фильм как таковой. Кому-то, допустим, понравилась твоя работа, но не понравился фильм. Так было, допустим, с Иронии судьбы 2. Категорически многим не понравился вообще этот фильм, который многие воспринимали как некий такой рекламный ролик. Большой, огромный рекламный ролик. Твой герой очень понравился людям? Мой герой, да, воспринял, потому что я не был ничьим продолжением, я был просто отдельный современный герой. И то все равно, поскольку Тимуру Бигмамбету нравилась роль в «Бригаде», и он считал, что нужно именно так тиражировать себя. То есть он говорил, что это то, что можно продолжать дальше. Но голливудские актеры живут этим всю жизнь. Он прямым текстом говорил, что, Сереж, это действительно потрясающая работа в «Бригаде», и ты должен дальше себя так же. Ну как, когда-то он мне предложил сниматься в «Дозоре», там была роль попугая, вот такой персонаж. И он мне предлагал сняться в эту роль. Игорь Лифанов сыграл, да? Да, потом сыграл Игорь Лифанов. И я отказался, я говорю, нет, Тимур, я не могу. Он говорит, ну вот роль «Бригады», ты пойми, что это такая классная роль, надо же дальше развивать. Потом я согласился сыграть «Ираклия» в «Роне судьбы», но все равно местами он напоминал как раз Сашу Белову. Правда ли, что береза является любимым деревом Сергея Безрукова? Неправда. Какое любимое дерево? Сосны. Сосна. Сосна. А цветы? Цветы и сирень. Сирень. Итак, у нас сенсация в программе. Сергей Безруков с уважением относится к березам. Березовые рощи – это красиво. Ну, любимое дерево – сосна. Господа, вы ничего не знаете о нашем герое. Я люблю сосны, я люблю сирень. Тоже есенинская, конечно же, куст сирени. Сирень, сирень, сирень. Сережа, сирень. Да, Есенин – это любимый поэт, конечно же, любимый поэт Есенин. Конечно же, это есенинская. Но я действительно люблю сирень. Причем, когда я был в Канаде, то я узнал, что количество видов сирени огромное. Огромное, чуть ли не 500, 600 видов сирени. У нас их пять видов, что ли. Персидская, белая. Белая, белая, фиолетовая такая. Всего-то у нас. А в Канаде их огромное количество. Но я действительно люблю запах сирени. Он мне напоминает как раз конец мая, июнь. Каникулы? Каникулы. Бабушка. Да. Которая готовит... Как пюре называла бабушка твоя в детстве? Ну, Сережка-картошка, понятно. Картофельное брюхо мне называли. Сережка-картошка. Мяконькая картофелька. Мяконькая картошечка. По-нижегородски. Мяконька-картошечка. Какая прежде. Мяконька. Мяконька-картошечка. Да. Поэтому действительно люблю сосны. А песню «Березы» до сих пор ее поют. И я на своих выступлениях... У меня есть сольная программа с моноспектаклей «Жизнь театра кино». И я довольно-таки часто пою песню «Березы». Последний раз я сейчас пел в Екатеринбурге. И достали мобильные телефоны. И сначала два-три человека. И я показал на них во время песни. И говорю, достаньте все телефоны. И все включили мобильные телефоны. И весь зал... Со стороны, конечно, просто сумасшедшие ощущения, когда весь зал с мобильными телефонами... Как на рук-концерте, да? На рук-концерте. А, на сердце опять горячо, горячо. И опять-опять без ответа. С мобильным телефоном весь зал. А это космос. Это огромный большой зал. И, кстати, о космосе. Ты же продолжаешь работать с Димой Дюжевым. Про космос. Димка сейчас бы вздрогнул, наверное. Какой космос? Где вы космос? Где вы видели космос? Дмитрий обещал прийти ко мне в программу. Да, Дима. Мы с ним друзья. То, что мы продолжаем сотрудничать. Я снимался у него. Он играет в моем театре. И мы абсолютные партнеры. Более того, он поставил уже как режиссер, как театральный режиссер. Он выступил с дебютом на нашей малой сцене, поставив скамейку Гельмана. Дима человек интересный, я бы так сказал. Он интересный, потому что у него есть свое видение. Он довольно-таки непрост, если отстаивать свою позицию как режиссер. С другой стороны, такой любви на семейственной площадке, когда он снимал свою новеллу в проекте «Мамы», такой любви к артистам я вообще ни разу не встречал. Когда «Мои любименьки, мои хорошенькие, Сереженька, мои родные, давайте, давайте начнем. Внимание, мотор, так, дорогие мои, давайте, родные мои хорошие, давайте собрались, давайте, внимание, мотор, давайте, мои хорошие, мои любимые». Это, конечно, со стороны, думаю, Димка совершенно вроде на него не похожа. Он высокий, очень сильный, такой мощный человек. Актер, интересный актер, самобытный актер, необычный. Его очень любят. У него потрясающий голос, помимо всего прочего. Да, поет, все знают. Потрясающе поет. Он великолепный комедийный актер. Он драматический актер, замечательный. И вот такой совершенно нежный режиссер на площадке. Мне совершенно было удивительно смотреть в Димке и увидеть в нем вот именно такого режиссера. Мы с ним действительно друзья. И я, когда Дима позвонил и предложил мне сыграть в этой новелле, это всего лишь маленькая новелла в большом проекте, я сразу сказал «Да». Я даже еще не читал сценарий. Я сказал «Дим, я снимусь у тебя». И когда я позвонил, он сказал «Дим, я хочу тебе предложить роль Василькова в «Нашалкоса на камень». Это первый мой серьезный проект в Губерненском театре. Это «Островский», это классика. Я придумал довольно-таки интересное решение. Я хочу тебе предложить главную роль». Он сказал «Да». Это так здорово. Потому что когда герои, которых люди полюбили на экране, они оказываются друзьями и партнерами в жизни, мы говорили о том, что у актеров и у актрис огромное эго. Есть ли такие люди, Сережа, которым ты немного завидуешь? Твои партнеры или по возрасту твои коллеги? Ну, пятерка сильных, лучших актеров. Другие, у которых вершины еще впереди. Да, ну вот действительно, есть небольшая, ну может, не знаю, светлая зависть, что вот там у Хабенского, у него там и Голливуд есть, там, я не знаю, или еще кого-то. Ты хочешь, ты провоцируешь сейчас, насколько Моцарт стал в Сальери? Нет, я не провоцирую, я просто задаю вопрос. Все говорят, нет правды на земле. Вот что ты еще и не сыграл еще в своей жизни. Сальери. Сальери? Все говорят, нет правды на земле. Гамлет еще не сыграл. Да не Сальери как-то не хочется, честно говоря. Завидую. Я не знаю, я когда прихожу смотреть какой-нибудь потрясающий спектакль, и понимаю, что он действительно потрясающий, что это великолепный режиссур, что это великолепная актерская работа, возникает какое-то внутреннее чувство. Эх, хочу, чтобы у меня в театре так же. Хочу сам играть в этом спектакле. Но абсолютно искренне поздравляю потом и радуюсь за своих коллег. Это тоже факт. А назвать можешь такой спектакль? Ну, к примеру, что это? Евгений Онегин, к примеру? Да, я, допустим, был, конечно же, и в Ахтанговском, я смотрел и Дядя Ваня. Добрый человек из Сизуана. Да, и потрясающие бутусовские работы. Бутусов очень интересные режиссеры. Абсолютно потрясающая работа. Уже на Вача тоже. Когда ты видишь и понимаешь, это высочайший уровень театрального искусства. Да. И понимаешь сразу, насколько тебе хотелось бы поработать в таком спектакле. И поработать с таким режиссером. Да, это ощущение, наверное, какой-то такой адреналин, который возникает. И ты понимаешь, да, с удовольствием поработать. Но это профессиональный азарт. Да, это азарт. Скорее всего, это такой азарт. Такой спортивный азарт. Спортивный, я думаю, что азарт, который присущ, кстати, многим артистам. Спортивный азарт. Когда видят и понимают, да, хорошо бы посоревноваться. Хорошо бы. Был бы только рад посоревноваться. Ты знаешь, у меня вот есть такой к тебе вопрос. В твоем понимании настоящий мужчина, кто это? Какие качества? Кто такой настоящий мужчина? Который отвечает за свои слова. Который в самых различных ситуациях все-таки ведет себя как мужчина. Как? Без истерик. Который способен принимать решения, за которые впоследствии можно и нужно будет уважать. Хорошо. У меня есть блиц по Высоцкому. Я не люблю. Я не люблю? Я не люблю, когда мне лезут в душу. Да, я не люблю, когда мне плюют. Да. Еще что? Я не люблю, когда мне лезут в душу. Абсолютно подписываюсь под каждым словом, Владимир Семенович. Всем известно, твоя личная жизнь — это табу. И это уважаемое. Ну, конечно, неприятно, когда лезут в душу. Понятно, что жизнь у всех сложная. У всех бывают непростые ситуации. А жизнь меняется. Ну, большинство звезд, уважаемых мною, они скрывают свою личную жизнь. И я их за это уважаю. Это и Чулпан Хаматова, и Костя Хабенский, и ты в том числе. И ты не меня лезут в душу, продолжает лезть в душу. Я не люблю. Я не люблю, когда мне лезут в душу, когда лезут в личную жизнь. Я не люблю. Это моя жизнь, и оставьте ее мне. Я не люблю подлость человеческую, я не люблю лицемерие. Зависть. Зависть и лицемерие, они вместе ходят, и особенно, когда ты видишь это у коллег. Я не люблю злословие, я не люблю пошлость. Я не люблю громкие слова, которые, к сожалению, к великому, просто слова. Я... Я не люблю пустоты. Я не люблю жадность, я не люблю алчность. Я не люблю, когда нет солнца. Какая прелесть. Вот взаимоотношения творец и власть. У меня есть два достаточно, может быть, острых вопроса. Могу я их задать? Конечно. Ну, первый вопрос. Всем известно, что вы отказались сниматься в ролике, в рекламном, в поддержку выборов Владимира Владимировича Путина. И спустя какое-то время вы подписываете письмо «Крым наш», соглашаясь с политикой Владимира Владимировича Путина. Нет ли тут какого-то несоответствия? Да нет, я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Я думаю, что... Да нет, на самом деле, здесь нет ничего такого, что, допустим, могло бы как-то противоречить моим мыслям и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. И говорить о чем-то на самом деле, что не согласно, опять же, моему внутреннему ощущению, я действительно считаю так, потому как поддержка Крыма была огромной. Количество именно русско... Не просто русского языка населения, а именно русских в Крыму. Действительно, в процент отношения действительно огромный. То, что там проливали кровь за Севастополь, и просто себе представить то, что творится, допустим, и просто представить, что бы было в Севастополе... Ай, просто страшно. Особенно после всех событий в Одессе. Просто страшно. Нет, каждый человек имеет право на свой взгляд. Это я согласна. Я к тому, что художник... Художник к тому же знаменитость. Сереж, ты являешься знаменитым человеком. У него за спиной огромное количество людей. Подписывая что-то, ты как бы ведешь людей за собой. И говоришь, хорошо, а за кого ты голосовал последний раз? Да, выборы были, допустим, я помню, что последние выборы были у нас... Да, Владимир Владимирович Путин, да. И мэр Москвы... Ходил ли ты вообще на выборы? И мэр Москвы, Собянин, да. Ты голосовал за Путина и за Собянина? Да, да, за Собянина, да. И не снимался в ролике в поддержку Путина? Почему? Как сказать? Дело в том, что, как мне кажется, порой бывает так, что люди воспринимают совершенно по-другому. Я считаю, что когда по-честному, когда вот так открыто, тогда в данном случае никакой поддержки и кем-то прикрываться и не надо. Потому что на самом деле, я думаю, что по рейтингу, я думаю, что Владимир Владимирович просто опережает всех во много тысяч раз, и никого, допустим, из реального претендента на постпрезидента, их просто нет. Ну, когда вот смотришь, понимаешь, что а кто? Да нету просто никого. Нет-нет, это твое право. Скажи, пожалуйста, ты же был на встрече с президентом, когда он отвечал на вопросы. Я понимаю, что там не дошло дело ни до спорта, ни до культуры, но ты там был, и, вероятно, у тебя был свой вопрос. Какой бы вопрос ты задал Владимиру Владимировичу на этой встрече? Дело в том, что у меня был вопрос, и мы договорились, что я его задам, просто посчитали, наверное, ненужным. А какой вопрос? Вопрос был довольно-таки простой. Простой, наверное, для Владимира Владимировича, потому что я думаю, что если бы он ответил, он бы сразу, как говорится, снял напряженность в этом вопросе. Но вопрос, который волнует огромное количество именно творческих работников, связанных как раз с той самой, теперь уже ставшей знаменитой оперы «Тангейзер», которую я не видел, я поэтому ничего говорить не буду, потому что я не видел. Скандально знаменитый, да? Я думаю, что у многих творческих работников возникло опасение, что идет возврат к той самой советской цензуре, которая очень жесткая была в отношении художника. Я хотел как раз задать вопрос, нет ли в этом как раз того самого возвращения к той самой советской цензуре, и насколько опасения художника оправданы? Потому что опасения довольно-таки серьезные, ибо письма в поддержку директора Мездрича и режиссера Кулябина подписали мастера, которых я бесконечно люблю и уважаю. Это и Олег Павлович Табаков, и Марк Андреевич Захаров, и Сан Сантович Калягин. Порой даже не видя, между прочим, произведение, как Олег Павлович Табаков в своем открытом письме сказал, что он не видел самой оперы, но поддерживает. Так же, как и Марк Андреевич Захаров тоже сказал, что не видел, но поддерживает. Я считаю, что это, наверное, неправильно, если не видел поддерживать. Я думаю, что, наверное, они, скорее всего, вспоминая опыт того самого советского времени, потому что в советском уж кто как они помнит те самые советские времена, когда приходилось фигу в кармане держать, когда были знаменитые худсоветы, когда буквально по щелчку уничтожились такие произведения. И диву даешься, когда, допустим, я не знаю, проверка на дорогах Германа пролежала почти, по-моему, не 20 лет на полке. Мы сейчас смотрим и понимаем, а почему? Как это возможно? Или фильм «Комиссар», да? Да, то есть это то, что кто-то когда-то решал. Это мы показываем, это мы не показываем. А какого ответа ты ждал от президента? Вот ты задаешь ему вопрос, чтобы он ответил. Вопрос, я думаю, что, наверное, ответ был, что на самом деле это совесть каждого художника. Насколько он работой с той или иной темой либо провоцирует зрителя, либо он старается работать над темой очень аккуратно. Потому что понимаешь, что в нашем многоконфессиональном государстве это очень болезненная тема. Здесь нужно подходить крайне осторожно. Либо ты провоцируешь, либо ты... Сложно говорить на эту тему, потому что кто-то считает, что, наверное, именно таким способом он провоцирует, допустим, работать с проблемой. Допустим, если лечить организм, порой нужно действительно довести до 40 градусов, температуру нужно добить. Либо, допустим, когда ребенка 40 градусов, нужно его облить холодной водой или в ванную с холодной водой проточить. Понятно, что это страшно. Холодная вода, ледяная вода. Но порой это идет как раз спасение организма от летального исхода. Если я правильно поняла, ты против цензуры любой в театре. Я против. Но ты же не любишь пошлость, ты не любишь... Как сказать, где те самые границы? Кто эти люди, которые, допустим, поставят эти рамки приличия? Потому что есть, допустим, порой те самые способы воздействия и провокации, которые, допустим, прибегают, допустим, в европейском театре. Но это эпатаж. Эпатируем публику, получаем скандал, и приходит зритель. Где эпатаж, где и провокация, а где работа над проблемой, где острые углы, как бы сейчас сказали, да? Где эти самые острые углы, которые мы специально показываем для того, чтобы работать с проблемой? А где это просто... Ты говоришь о катарсисе. Катарсис — это очищение через страдания или через какое-то, может, даже достаточно неприятное упадание. Либо это чистой воды реклама себе и эпатаж. Скандал ради привлечения публики. Внимание к самому себе. У нас скандально, у нас диссидентство, у нас... Ну да, я знаю, что это не твои методы. И тем самым я привлекаю внимание к себе. Вот я какой уникальный. Видите, какой я совершенно такой вот... уникальный в том плане, что, видите, я не согласен. Порой бывает, люди против, да? Как говорили, как в мультфильме, Баба-Яга против. Просто против. Я буду против всех, и сразу ко мне будет повышенное внимание. Потому что на самом деле даже отказ от ролика это не означает, что я против, да? Я просто считаю, что, наверное, не совсем правильно. Но Чулпан очень досталась за то, что она снялась в этом ролике. Совсем правильно, потому что художник в этом плане... Да, я поддерживаю, но когда я агитирую... Иногда бывает так, что художник выглядит как агитатор. Хорошо. Любой художник, агитирующий, мне кажется, сразу теряет как художник, потому что люди... Может быть, так время сподвигло, потому что, когда, допустим, наши артисты выезжали на фронт в Великой Отечественную войну и поддерживали наших бойцов, поднимали боевой дух, в этом ничего не было зазорного. Наоборот, это достоинство актера поддержать. Конечно. А бывает иногда агитка, когда и так все понятно, есть момент агитки. Пропаганда. И когда пропаганда и агитка, и когда актер участвует в агитке, это как реклама. Я не осуждаю артистов, которые снимаются в рекламе. Но иногда бывает так, что я как бы рекламирую, агитирую. Вот что бывает. Это похоже на сделку. Может, поэтому, как сделка. Здесь тонкая грань. Здесь тонкая грань. Тонкая грань, в которой очень легко попасть как раз в ту самую немилость зрителей, которая, допустим, реально. Получается так, что ко мне ходит любой зритель. Разные зрители ходят ко мне. Выбирая определенную позицию, ты теряешь этого зрителя. Люди, к сожалению, говорят о свободе, порой не готовы воспринимать твою позицию. Это тоже такие двойные стандарты, когда, с одной стороны, мы выступаем за свободу, с другой стороны, я не приемлю то, как ты думаешь. Погодите. Стоп. У нас свобода. Я думаю так, ты думаешь иначе. Выбор свет. Вот она и есть свобода. Каждый выбирает. Только потому, что ты думаешь иначе. Я буду тебя ненавидеть за это. А в чем тогда свобода? Вот проблема, мне кажется, современной Украины. Они не готовы воспринимать чужое мнение и воспринимать людей, которые думают иначе. Хорошо, давай отойдем от политики. Да, не будем. Мы уже близимся к завершению программы, поскольку рамки передачи не бесконечны. Анатолий Фрос однажды сказал прекрасную фразу. В какой-то период жизни он сказал фразу такую. Как-то ничего не интересно, кроме добра. Как ты относишься к этой фразе? Резонирует она с тобой, с твоим нынешним состоянием? Ничего не интересно как-то, кроме добра. Действительно, честно говоря, ничего не интересно, кроме добра. Поэтому, как сказал Преображенский, не читайте за бедом советских газеток. Других нет, вот, никакие не читайте. Совет, не читайте вы желтую прессу. Потому что, во-первых, они нарушают закон, и они реально нарушают закон. Поэтому, то, как с ними поступают, я говорю, на количество судов, которые выигрываются благодаря... Я знаю, что все суды ты выиграла. И я знаю, что все свои деньги, выигранные там, ты отдаешь на операцию детям. Я хочу, чтобы это знали другие. Я это очень уважаю. Мне кажется, пускай это послужит добро. Вот и все. Мне кажется, это благородно. Даже дело не в благородстве, мне кажется, дело в честности. А то, что люди порой нарушают закон. Я думаю, что, когда люди научатся жить по закону, тогда будет замечательно. Просто люди должны соблюдать законы в нашей стране. Вот это самое важное. Вот и все. А ты знаешь, что следующий герой моей программы — Дмитрий Дюжев. И у нас вводится вот такая вот традиция. Герой, который сидит в этом кресле, задает вопрос герою, который потом сядет в это кресло. Какой у тебя вопрос к твоему другу, к прекрасному приглашенному артисту нашего театра, к Дмитрию Дюжеву? Я бы спросил его после его театрального опыта, постановщика, театрального режиссера, насколько он готов дальше продолжить этот театральный опыт, насколько ему постановка в театре, насколько ему понравилось быть театральным режиссером, потому что Дима кинорежиссер, и он блестящий актер театра и кино. Насколько ему понравилось быть в роли театрального режиссера? Потому что это определенная специфика, это немножко другой опыт, насколько, допустим, я непременно ему этот вопрос задам. А теперь у меня есть подарок. Вот в этом конверте я для тебя специально приготовила символический подарок. Ты его достань. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. И я скажу, что это. Интересно. Доставай. Все? Никакие мысли в голову не приходят. Что мы видим? Мы видим чистый лист. Чистый лист. И я хочу сопроводить свой подарок вот таким напутствием. Потому что в жизни людей очень часто бывают моменты, когда их что-то тяготит, когда им что-то мешает, когда человек чувствует себя запертым в клетку обстоятельств. Но никогда не поздно начать жить с чистого листа. И когда у тебя будет такой трудный момент, ты достанешь ему мой подарок. Вот здесь я написала. Никогда не поздно начать жить с чистого листа. И я хочу этот подарок тебе дать. И знать, что мы каждый момент в своей жизни можем начать жить с чистого листа. Спасибо. Надеюсь, это то, что тебе нужно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.